Президент Беларуси сегодня звернулся с традиционным посланием до беларусского народа и национального схода. Александр Лукашенко оценил ситуацию в свете и краине, а также окреслил задачи по развитию Беларуси на наступный год. В овальной зале за выступлением керавника державы уважливо сочли депутаты, керавники органов улады и промысловых предприемств, представники дипломатичных миссий. А прочатаго тысячи грамадян слухали послание у промым эфиры по телебаченнему радио. С некоторыми из них состреляся наши корреспонденты. Беларусский гандлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией. 10 годин ранецы. У аудитории, оснащенной сучасными сродками совести, начинают сбираться студенты. Далейшый лёс будущих специалистов по электронным бизнесе, коммерсийной деяностей и бухгалтеров напрямую залежать от перспектив развития сусветной и айчинной экономики. Молодые люди кажут обжадании досягнуть профессийных вышин, а тому слова президента об необходимости позитивных изменений у экономицы успремают становоча. Яшедзин момент развития IT-технологий, якие дозволят Беларуси занять годное место в глобальных сусветных процессах. И хоть у гэтым университете такие технологии не з'являются профильными, студенты упевнены. На рынку я не будуць конкурента с дольными. Современный студент – это прежде всего мобильный студент. Поэтому в нашем университете в 2017 году была создана сеть общественного Wi-Fi для студентов и преподавателей, которые в любой момент могут загуглить или посмотреть презентацию по теме, а также получить общественный доступ в электронную библиотеку. В нашем Белорусско-торговом экономическом университете используются вебинары и видеоконференц-связь. Аказывать бизнесу усебаковую допамогу по створении новых вытворчастей, у якей забеспечить стабильное развитие Украины. Задача, которая огушивается подчас выступления президента, актуальна у тымлику для свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Сегодня у ее складе 76 организаций резидентов, а Мальпалова – за межным капиталом. Причим, это действительно высокотехнологичные предприемства. На этом тыдне у администрации плануют зарегистровать еще одну вытворчасть. На этот раз по выпуску медицинского обсталявания. Причим, минавито белорусскую пляцовку проставники Чехии обрали свядома. Сделай для травматологии, онкологии и ортопедии. Мне любятся условия работы здесь у вас. Я думаю, что здесь у вас большая перспектива. Как развивается Белоруссия, мне очень нравится. Нравятся условия работы. Нравятся здесь люди, которые не забыли, как работать. Серьезные люди. Необходность поляпшения добробыту населенства – у тымлику простварение новых прационных местов. Это так само с послания Александра Лукашенко до белорусского народа и национального схода. И тычется это у всех сфер. За 20 лет у иснования свободной экономической зоны Гомель Ратон – колькость тех, кто тут стал работником сучасных вытворчастей, суправнально с насильством среднего районного центра. С момента создания свободной экономической зоны создано более 11 тысяч рабочих мест. В прошлом году 1140 мы создали рабочих мест. И уже в первом квартале 2018 года 160 новых рабочих мест. Это именно на новых предприятиях создаются новые рабочие места. Как я внимательно слушала сейчас президента республики Беларусь с посланием к народу, там именно упор был сделан на том, чтобы рабочие места высококвалифицированно создавались. Еще одна задача на ближайший год – агрессивный маркетинг на сусветных рынках и пошук новых партнеров. У Гомельском отделении Гандлево-промысловой палаты лишать, что в ближайший час сяродь наших основных партнеров застанутся державы, якие заявляются суседями Беларуси. Однако треба выходить и на новые рынки. Трапит туды складана, а ле махчима. Александр Лукашенко попередживает – легких часов больше не будет. И до этого необходимо быть готовым. Для нас реальными остаются такие рынки, как Вьетнам, Монголия. Нам бы хотелось, чтобы мы сохранили присутствие и в Японии, например. Хотя Япония – страна довольно закрытая, и они больше ориентированы на экспорт своей продукции и технологий. Тем не менее, это государство мы рассматриваем тоже как один из наших партнеров в разных сферах. Это и гуманитарные проекты, это и проекты в сфере технологий. Этим славится Япония. Поэтому нам важны разные государства и по разным направлениям сотрудничества.